Интрига до последней секунды. Немецкие социал-демократы все же проголосовали за создание Большой коалиции с христианскими демократами. За высказались 362 делегата против 279. Причем голосовали дважды. Все подробности у Татьяны Лагуновой. Перед зданием, где проходит партийный съезд, акция протеста. Это последняя попытка противников Большой коалиции убедить делегатов сказать нет. Что нам дает эта Большая коалиция? Мы просто как стремена для христианских демократов, чтобы они смогли взобраться на лошадь власти. Лучше уйти в оппозицию и там реализовывать свои идеи. Решения, впрочем, принимают не митингующие, а избранные члены партии, 600 делегатов от всех земель Германии и руководство политсилы. Этот внеочередной съезд социал-демократов был еще одним из самых важных и непредсказуемых в истории партии. Решалось политическое будущее страны. Есть ли шанс, что в Германии наконец появится новое правительство или все-таки придется проводить досрочные парламентские выборы? Ну а результат голосования был полностью открыт. Последнюю попытку убедить однопартийцев предпринял лидер партии Мартин Шульц. Призывал, объяснял и просил почти час. Как вы знаете, ранее мы были настроены на уход в оппозицию. И я пойму каждого в этом зале, кто спросит, а почему Шульц призывает к другому. Поверьте, мне не было легко, нам не было легко. Но после просьбы президента помочь в этой сложной ситуации, я как социал-демократ ни минуты не сомневался. Мы должны как минимум посмотреть, что можно сделать для улучшения жизни людей в Германии и в Европе. Шульцу делегаты аплодировали, но куда громче его главному оппоненту и противнику большой коалиции Кевину Кюнерту. Чтобы сегодня не случилось, это не станет концом истории и партии. Но это может стать началом новой истории, которую мы напишем вместе. Давайте не бояться, давайте сегодня станем карликом, чтобы в будущем снова стать великаном. Голосовали поднятием руки и дважды при первой попытке, кого больше, сторонников или противников, визуально определить не получилось. Поэтому пришлось голосовать еще раз и считать. И вот результат с небольшим перевесом победили сторонники коалиции. А это значит, что уже завтра социал-демократы могут приступить к переговорам с христианскими. Путь к формированию нового правительства открыт.